МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Личное обращение. Сегодня дистанционный прием граждан провел глава Чувашии. Первый руководитель. В Чубаксарах открыли мемориальную доску в честь видного политического и государственного деятеля Республики Даниила Эльменя. День Конституции Чувашии. 20 лет назад был принят основной закон Республики. Личное обращение. На этот формат взаимодействия с властью рассчитывают жители Республики, когда не могут решить актуальную для них проблему. Сегодня дистанционный прием граждан провел глава Чувашии. Первый вопрос касался сноса ветхого аварийного жилья в поселке Восход Алатарского района. Местные власти обещали переселить жителей в новое жилье еще в 2018 году. Но так этого и не сделали. По какой причине, люди так и не знают. Бараки построены в 30-х годах прошлого века. В них нет отопления и воды. А живут здесь в основном пенсионеры. Таких домов тоже достаточно много. Это, прежде всего, несколько муниципальных образований, в том числе Алатарский район. И сейчас ведется работа по нескольким направлениям, чтобы с этими объектами, домами, бараками разобраться и привести эти территории в порядок. Первое направление – это новая программа ветхого аварийного жилья. Кроме того, сейчас в Государственной Думе рассматривается новый законопроект, который нам дает право, регионам, я имею в виду регионам, вырабатывать в общении с вами, с жителями этих территорий, обустройство на тех территориях, где находятся ветхие дома, новое пространство. Другой вопрос касался социальных выплат. Анастасии Романовой отказали в выдаче сертификата на материнский капитал за рождение третьего ребенка. Пожалуйста, слушаем вас. Мы являемся многодетной семьей. Я знаю, что в Чувашской республике за рождение третьего ребенка выдается сертификат в размере 150 тысяч рублей. Мы подготовили необходимые документы и отнесли их в соцзащиту. Так как справки отказались в составе семьи Мои родные и Брэд, нам отказали. Правомерен ли отказ? Нет, конечно, не правомерен. Я думаю, что вам надо повторно еще раз обратиться в соответствующий центр поддержки, социальной поддержки. Я обязательно ваше обращение туда направлю. И очевидно, что выплата, вернее, материнский капитал за третьего ребенка никак не зависит от состава семьи. Это все-таки фактор рождения ребенка здесь является основанием для того, чтобы предоставить материнский капитал. Маме двоих детей, Ирине Комиссаровой-Гурьевой, было бы удобно водить ребят в один корпус детского сада номер 203. Сейчас дети ходят в разное, расположенное на большом расстоянии друг от друга. Соответствующее решение принято, и оно зафиксировано в законе об образовании Российской Федерации, чтобы дети из одной семьи преимущественно ходили в одно образовательное учреждение, независимо, речь, когда идет либо о дошкольном, либо о школьном образовании. Но не всегда, конечно же, есть такие возможности, но, тем не менее, приоритет такие возможности изыскать и предоставлять при появлении таких возможностей в первую очередь тем семьям, у которых, скажем так, старший ребенок находится в данном образовательном учреждении. Ну и, соответственно, младшим при наборе отдавать приоритет. Всего на личную страницу главы Чувашии в одной из социальных сетей поступило порядка 100 обращений. Некоторые из них были рассмотрены на онлайн-приеме. На оставшиеся же ответы будут получены в рабочем режиме. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2020-2021. В этом году отопительный сезон в Чувашской Республике начался планово еще в начале октября. Теплом сегодня обеспечены все многоквартирные дома и социальные объекты. Однако есть 10 муниципальных образований, которые все еще не получили паспорта готовности к отопительному периоду. Типоснабжающие организации, не получившие паспорта готовности к отопительному периоду до 1 ноября в 10 муниципальных образований, продолжают устранение замечаний. По готовности будет проведена повторная проверка специалистами Ростехнадзора, по результатам которой типоснабжающим организациям будет выдан акт готовности к отопительному периоду. Предположительно, акты готовности в скором времени получат Козловский, Красночитайский, Красноармейский, Комсомольский, Шамуршинский районы и город Шумерля. В течение всего года для жителей республики работает горячая линия, куда в случае некачественной подачи тепла или его отсутствия можно обратиться. Всего с начала отопительного сезона в наш адрес поступила 241 заявка. Каждую заявку мы заносили в специальный журнал, держали этот вопрос до конца, до полного устранения нарушений. В целом, работа по контролю за проходением отопительного сезона продолжается. Глава Чувашии Олег Николаев поручил держать ситуацию под постоянным контролем, чтобы весной иметь четкую картину по проблемным местам всех муниципалитетов. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня день Конституции Чувашии. 20 лет назад на внеочередной сессии Государственного совета второго созыва был принят основной закон республики. Сегодня депутаты вспоминали, в каких условиях появилась Конституция и какое значение она имела тогда и сейчас. Основной закон Чувашской республики разрабатывался 6 лет, с августа 1994 года. Жаркое было время, вспоминают участники. Документ был разработан быстро, но долгое время не принимался депутатами. Было несколько положений, которые не устраивали либо исполнительную, либо законодательную власть. Было очень жарко, баталии были жаркие, противостояние стояло жестокое. Я очень рад, что во втором созыве, когда мы принимали Конституцию, у нас хватило ума проголосовать умом, а не сердцем. Были силы, которые пытались, ну в силу каждого своего разумения, растащить все это хозяйство. Если бы тогда мы не приняли Конституцию, которая цементировала все это, то не знаю, как долго бы мы еще выбирали бы из этого хаоса. Были несколько кезисов, которые категорически не были восприняты большинством нашего парламента в лице коммунистов-шурчанов, скажем, и его депутатами. Опять-таки я говорю, кавычка, конечно же. Подминать под себя всю власть, наверное, это все же желание всех правителей, мне кажется, исполнительной власти, имею в виду. В этом ничего я зазорного не вижу. Приняли компромиссный вариант и приняли Конституцию. Принятие новой Конституции стало вехой в истории Чувашской государственности. Это был важный шаг на пути построения гражданского общества, в котором человек, его права и свободы являются единственной конституционной высшей ценностью. А на государство возложена обязанность эту ценность признавать, соблюдать и защищать. Это, несомненно, явилось правовой базой для того, чтобы у нас развивалось современное общество. Ну и, конечно же, эта правовая база также являлась и основой для нормотворчества и законотворчества в республике. И той базой, на основе которой мы и сейчас развиваемся. Сегодня мы тоже находимся примерно на таком этапе, когда нам надо не принимать новый текст, но скорректировать в связи с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию уже Российской Федерации, нашей отчизны, общей лодки, как это часто говорится, в котором проживает очень-очень много народов и народностей. За 20 лет в Конституцию Чувашии принято 13 поправок. Все они касались приведения документов в соответствии с законом Российской Федерации. Конституцию в Чувашии утвердили одной из последних среди регионов страны того времени. И, как выяснилось, она стала одной из лучших. Во всяком случае, именно ее взяли за основу для Конституции Республики Крым. Татьяна Молокова, Александр Итиков, Республика. Сегодня в Чебоксарах открыли мемориальную доску в честь видного политического и государственного деятеля Республики Даниила Эльменя. Памятный знак появился на здании Национального конгресса Чувашии. В 1920-х годах здесь размещался революционный комитет едва созданной автономной области, который и возглавлял Даниил Эльмень. Даниил Семенович Эльмень без преувеличения самая яркая и противоречивая фигура новейшей истории Чувашии. Родившись в крестьянской семье, он всегда стремился к знаниям, обладал выдающимися умственными и организаторскими способностями, что и вывело его на политический олимп того времени. Это Симбирская Чувашская школа, которая была школой подготовки для многих, многих-многих государственных деятелей, партийных деятелей, деятелей истории, культуры, искусства. Вся наша Чувашская история Чувашского государства с этой школой связана. Второй этап, наверное, все-таки это его учеба в Институте Красной Профессуры. Тогда, в 1921 году, в Москве открылся аналогический институт, подготовил несколько сот кадров за 20-е годы. И в их числе был, конечно же, Даниил Эльмень. Эльмень возглавил Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам национальности РСФСР. Он был создан в 1918 году и в течение двух лет провел гигантскую работу по образованию Чувашия как самостоятельной административно-территориальной единицы. Благодаря таким людям, таким видным деятелям государственности, мы сегодня с вами можем говорить, что Чувашская республика является именно тем достаточно авторитетным национальным образованием на территории Российской Федерации. И не утратила тот дух, ту самобытность, которая закладывалась в период формирования. Проект, подготовленный Эльменем, лег в основу легендарного декрета ВЦИКа и Совнаркома об автономной Чувашской области. Эльмень же стал самым первым руководителем республики. Революционный комитет по созданию области, которую он возглавлял, просуществовал до ноября 1920 года. На первом съезде Советов Эльмень был избран председателем Чувашского областного исполнительного комитета. Впоследствии был обвинен в национализме, исключен из партии, уехал из республики, вернулся, но в начале 1930-х годов умер. Похоронили его со всеми почестями и моментально забыли. Заброшенную могилу отыскали во время строительства одного из корпусов педуниверситета и перезахоронили на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Вновь долгие годы его личность интересовала только историков. Лишь сейчас, в год столетия Чувашия, о вкладе Даниила Эльменья в создании республики вновь заговорили, что подтверждает и открытая сегодня мемориальная доска. Чебоксарский залив в ожидании перемен. После Красной площади Московской набережной дошло дело и до дамбы с прилегающими территориями. Полноценный проект представили по традиции москвичи, уже известное архитектурное бюро «Маршлаб». В обсуждении участвовали более ста человек, известные архитекторы, проектировщики, активная молодежь. Почти у каждого свой взгляд на создание комфортной среды и свои предложения. Формирование комфортной городской среды в городе Чебоксаре началось с 2017 года. 99% финансирует федеральный бюджет, ну и 1% это консолидированный бюджет Чувашской республики и город Чебоксаре. Масштабные работы начнутся в 2021 году. Сумма известна – около 770 миллионов рублей. Мне хотелось бы, чтобы эта точка притяжения, место, где любят проводить время наши все жители и гости столицы, и со всех наших городов нашей республики, все приезжают, все в первую очередь идут на залив. И поэтому нужно, чтобы он был прекрасен, красив и приятен для всех. Я думаю, что надо всегда быть в тренде и всегда развиваться. В обсуждении участвовали 18 команд. У москвичей комплексный подход, итогом которого станет полностью измененное пространство. Проект представил Филипп Якубчук. С его точки зрения, дорога к храму, пешеходные тротуары, зеленые зоны выглядят устаревшими и скучными. Их надо оживить с помощью современных архитектурных решений. И сейчас эта территория, ну она, на мой взгляд, тоже неосмысленна. То есть там есть какая-то хаотичная, непонятная история с парковкой. И, собственно, на этой территории мы предлагаем сфокусировать обсуждение. Там нужны будут или лежачие полицейские, или переходы нужно будет поднимать. То есть там нужно будет снижать скорость движения транспорта. Предложение других разработчиков тоже имеет место быть. К примеру, одна команда предложила увеличить пирсы и выходы на Волгу, добавить инсталляции. Другая представила модульные многофункциональные домики. В них предложили разместить туристический информационный центр, художественные студии, лаборатории для эко-мониторинга. Прозвучали предложения об установке памятника Михаилу Сеспелю на одноименной улице. Там находится музей поэта, в котором интересная экспозиция. Отец Василий Пасхье, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, считает, что важно восстанавливать эко-баланс Волги. Поэтому в проекте надо найти место для птицепарка. Не менее важные моменты – найти принципиально новое решение по выходу сточных вод с залива Волгу. Расширение зоны зеленых насаждений и строительство пергол, защищающих от солнца. А еще наличие общественных туалетов и ночное освещение. Это самое живописное место, историческое место, связанное с историей нашего города, где находится Владимирская горка, где находится Вознесенский собор. Мне почему-то кажется, что вся историческая часть должна получить такую ночную и световую гамму всех исторических храмов, которые находятся на заливе. Над этим, я считаю, нужно поработать, чтобы ночью у нас было намного приятнее и намного впечатляла вся эта историческая часть. Многие участники мозгового штурма подчеркнули, в реализации такого масштабного проекта обязательно должны быть задействованы местные производители строительно-ремонтных материалов. При создании проекта смертной документации, когда вы будете уже определять, какой материал будет использоваться там или иначе, чтобы вы мониторили именно рынок Чувашского производителя. Перезагрузки территории нужно отнестись с особым вниманием. Объекты культурного наследия, с ними нужно обращаться очень бережно и учитывать все ограничения, которые накладывает закон по охране культурного наследия. И я думаю, мы найдем вообще язык с теми, кто проектирует сейчас эту территорию. За два часа обсуждений концепции благоустройства общественных пространств собрано десятки мнений. Многие предложения войдут в доработанный вариант. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. Проектная деятельность становится весьма популярной среди школьников и студентов. Во-первых, можно реализовать свою давнюю мечту. Во-вторых, получить еще и финансовую поддержку. С победителями федеральных грантовых конкурсов среди молодежи и школьников встретились в Министерстве образования. Павел Иванов, руководитель мультипликационной студии Брио, вынужден перевести детей на онлайн-обучение. Обстоятельства заставляют. Но автор проекта видит в этом и плюсы. Это даст возможность создавать мультфильмы с детьми не только в Чебоксарах, но и за пределами города. Главная проблема для него – нехватка педагогов. Самое близкое – это две профессии. То есть это дошкольное учреждение, потому что оно связано с питанием, с детьми. И второе – это художественное. В Чебоксарах ближе к художественному. Потому что надо рисовать, уметь показывать детям рисунки, как рисовать, как все устраивать, композицию. Решить проблему можно, считают в профильном ведомстве. Помочь могут студенты художественных факультетов. Сейчас, например, студенты не хотят работать, потому что это на добровольных началах. Если мы проработаем вопрос ЧГПУ и заручимся поддержкой о том, что это будет защищено в практику, то вопрос этот решится. Финалисты всероссийского проекта «Среди школьников. Большая перемена» рассказали о своих проектах. Разброс идей колоссальный. От развития системы наставничества студентов до экологических проектов. Ребята рассчитывают на поддержку власти в решении вопросов аренды, информационной составляющей части и, конечно же, наиболее важный вопрос – это софинансирование проектов. Как всегда, мы найдем варианты финансово поддержать, если этот проект мы будем видеть конечный результат. А конечный результат, повторюсь, это конкретно просчитанное благо для молодежи. Ну и для отрасли, конечно. С точки зрения, опять же, привлечения молодежи в то или иное направление. Ресурсы на это есть, уверены в правительстве республики. Главное, чтобы были идеи. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. 12 ноября Чувашскому книжному издательству исполнилось 100 лет. На протяжении века предприятие выпустило огромное количество самых разных книг. Среди них произведения классиков чувашской литературы, словари, справочники и детские книги. Книжные полки издательства постоянно пополняются. Среди новинок произведения современных писателей, молодых авторов, художников. Издательство многие годы является членом Ассоциации книгоиздателей России. Это помогает расширить круг читателей. Так за последние годы наши книги по достоинству оценили гости и участники фестивалей Великобритании, Германии, Испании, Белоруссии. За эти годы сделано очень много. Поменялось множество, несколько поколений и заложены замечательные традиции. И все это позволяет книжному издательству, с одной стороны, продвигать те фундаментальные, нужные для общества ценности, с другой стороны, быть современными. В Чебоксарах завершился региональный этап окружного фестиваля «Театральное приволжье». Напомним, проект вызвал неподдельный интерес у творческой молодежи. То, что у фестиваля есть будущее, было ясно еще в самом начале. Победы наших любительских коллективов позапрошлом году дали толчок развитию театрального искусства в целом. Уже известный межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» на этот раз представил знаменитую пьесу Герберта Уэллса «Страна слепых». Те вопросы, которые там поднимаются, они всегда актуальны для ребят, особенно таких юных ребят, как наши студенты, потому что речь пойдет о поиске смысла жизни, о поиске своего места в мире, об ответственности каждого человека за тех людей, которые есть вокруг него. Новым участником окружного проекта стал Чувашский аграрный университет. Студенты сыграли на сцене увлекательную историю любви. Сценарий спектакля «Кошка и дракон» они придумали сами. Моя героиня является очень нежной натурой, но имеет сильный дух, который помогает ей на протяжении всего ее жизненного пути проходить разные трудности. Дело в том, что у нее погибают родители, и на ее плечи взваливается многое. И благодаря любви, о которой рассказывает наша постановка, ей дается это намного проще. Все актеры – любители театр, их увлечение. Но строгое жюри не давало никаких поблажек. Критерии актерского мастерства, режиссерской работы, дальше – оформление, музыкальное оформление, сценический образ. Вот по этим критериям будем так же, как профессиональные театры. В январе-феврале 2021 года состоится окружной финал. Видеоверсии всех спектаклей участников из разных регионов ПФО покажут по местным телевизионным каналам. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. Барс, Вольники, Витязи, Паттеры, Олимпы и Медведи, Прикамья, ригболисты Чувашии разыграли награды от главы города Олега Картунова. В Чебоксарском центре маунтинбайка состоялся чемпионат Чувашии по ригболу. Пять чувашских команд и одна пермская в горячей схватке. Турнир по ригболу на призы главы города Чебоксары собрал сильнейших в этом виде спорта. Молодое поколение нужно подтягивать, пусть они раньше, это был разминченный вид спорта, то есть боксеры, вольники, самбисты перед тем, как заняться тренировкой, играли в эту игру. А теперь это самостоятельный вид спорта и я считаю, что очень хороший, очень интересный, поэтому пусть молодежь начинает заниматься, пусть победит сильнейший. Боксеры, футболисты, борцы, в общем, ребята серьезные. Даже в товарищеской встрече сопротивление держали изо всех сил. Отметим, что в этом году общественная спортивная организация ригболистов получила аккредитацию в Республиканском министерстве спорта. Этот статус дает возможность государственной поддержки, а это новый уровень развития. Для сборной Чувашии эта игра очень важна тем, что в феврале следующего года пройдет чемпионат России в Ростове-на-Дону. И сегодня экспериментальный состав будет сборной команды Чувашии перед чемпионатом. И мы посмотрим, как наша сборная готова к предстоящим соревнованиям. За последние два года мы прошли государственную аккредитацию, что это очень для нас важно. С помощью поддержки региона и администрации города мы сможем этот вид спорта больше популяризировать и развивать уже не только взрослый спорт, но и детский. Пандемия коронавируса внесла коррективы в календарный план. Чемпионат России в этом году отменили, но это не убавило желаний представителей Республиканской Федерации вернуть Чувашии статус региона-лидера рэкбола России. К тому же в этом сезоне у команды сборной Чувашии новый капитан в рэкболе Григорий Арсентьев с 2007 года. Он считает, что команда, несмотря на перерывы в тренировках, выступила сегодня достойно. Тренировочный процесс был долгий, тренировались, готовились и, соответственно, выступили сейчас на этом турнире. По правилам соревнования команда проигравших вылетает. Так витязи выбыли. В финале Барс – вольники и команда Паттер. Итогом встречи стала победа сборной Чувашии. Она переиграла гостей со счетом 13-8 и оставила у себя памятный кубок. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. Это были главные новости последнего дня осени. До свидания. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова